За 9 месяцев текущего года рост промышленного производства в районе составил около 2%, отметили на совещании. За это время по району собрано 8 миллиардов 650 миллионов налогов. Это действительно очень хорошая цифра. В этой сфере крупных и средних предприятий занято 33 670 человек. Анализируя все данные, район в принципе неплохо развивается. Также презентовали макет промышленной карты района. Через пару месяцев она будет полностью готова. По указанию губернатора Московской области, социальная политика строится по принципу «умной социальной политики». Это особая система мер, направленная на повышение качества государственных и муниципальных услуг, обеспечивающая прозрачность и обоснованность планирования ресурсов и развитие конкуренции между поставщиками услуг в бюджетной сфере, рассказали на совещании. Очень важный момент направления «умной социальной политики» – это переход на эффективные контракты. Что такое эффективный трудовой контракт? Это прежде всего внедрение новой системы оплаты труда в привязке к результатам деятельности конкретного работника. Еще один вопрос. Наружная реклама. В рамках наведения порядка на этом рынке районное управление рекламой в 2014 году предприняло ряд мер. Была разработана и утверждена схема размещения рекламных конструкций. После утверждения схем был проведен аукцион на право заключения договоров на установку этих конструкций. И было заключено 28 договоров в общей сложности на 224 рекламных места. Только по итогам данного аукциона бюджет поступил в порядка 54 миллионов рублей. В 2012 году были проведены три аукциона на размещение, наружную рекламу, несмотря на рекомендации Московской области и позиции губернатора о запрете проведения аукционов. Во время этих аукционов мы считаем, да, они прошли, были догозапретны, но мы с вами получили 200, будет порядка 280 конструкций, не согласованных с администрацией области, не внесенных в схему, которые, по сути, и засоряют сейчас наши дороги на Пельсово-Шоссе, на Ленинградском. Мы вывели все эти конструкции, но так как здесь прошли аукционы и есть поступление в бюджет, мы не можем в одностороннем порядке их демонтировать. В настоящее время местные власти решают этот вопрос в судебном порядке. Еще один немаловажный вопрос касался переселения людей из ветхого и аварийного жилья. В 2014 году городское поселение Солнечногорск принимает участие в адресной областной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда Московской области в 2013-2015 годах. В 2014 году планируется в новое благоустроенное комфортное жилье расселить 9 семей из трех аварийных домов, расположенных по адресам. Это улица Ленинградская, дом 2А, улица Лепсе, дом 1, улица 1-я Уритского, дом 11. Всего на эти цели, на приобретение 9 квартир выделены средства из бюджета Московской области, государственной корпорации, фонд содействия реформирования ЖКХ и бюджета городского поселения Солнечногорск. У нас будет дорожная карта по переселению граждан из аварийного фонда. Самой проблемной, конечно, проблемной зоны у нас на сегодня является Менделеево. Это 2700 квадратных метров, мы сами знаем дом. Почему не переселяем? Потому что есть проблемы, жители никуда не хотят ехать с Менделеево и надо делать что-то рядом. А рядом нет земли, понимаем, что Менделеево это все раньше было, да, институт не в 3, это земли сейчас там федеральные, либо послесфонда. Поэтому есть с этим проблемы. Но в любом случае это указ президента, который мы должны выполнить. Поэтому до конца месяца у нас будет уже четкое понимание, как мы это сделаем. На совещании обсуждались и другие вопросы. Оксана Федяшина, Дмитрий Маракасов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».